Всем привет, с тобой я Колди. Сегодня вышел долгожданный фильм Веном 2 от режиссера Энди Серкиса. Но постойте, если вы не смотрели фильм Веном 2, то не бойтесь смотреть данное видео. В крайнем случае, я вас всех предупрежду, что вот тут будет спойлер, так что не бойтесь. На данный момент я на фильм еще не сходил, но это не значит, что я не пойду на него сегодня же. Сегодня на часах у меня 8.04, о фильме я буквально узнал в 6 часов утра, и поэтому в этом видео я буду говорить свое мнение о фильме. Расскажу также о спойлерных сценах и не спойлерных, так что не бойтесь, я вас буду предупреждать о спойлерах. Ну а сейчас ждем 5 часов, ну это мне ждать 5 часов, у вас же пройдет это секунда буквально, и приступаем к мнению. В тот момент, когда я смотрел фильм Веном 2, на моем канале случилось день рождения. Мы достигли с вами новый рубеж в 3000 подписчиков. Пацаны, девчонки, реально большое вам спасибо, реально вот огромное, огромное вам спасибо. Я не знаю, сколько мне еще раз это повторять, но реально огромное вам спасибо. Надеюсь, что вам и дальше будут нравиться мои ролики. Ну а сейчас приступаем к видео. Все, я посмотрел фильм Веном 2, и, чуваки, это было просто классно, это офигенно. Да, я знаю, вам показываю свои ноги, да, если хотите, чтобы я вам показал лицо, давайте наберем 500 лайков и покажу. Вот знаете, что меня больше всего разочаровало? В том, что я знал, какой будет конец. Но я про сцену после титров. Недавно я о ней узнал и хотел вам рассказать, но я не успел, к сожалению. Надеюсь, что вы меня сейчас слышите, потому что сейчас огромный шум машин. Это жесть. Приступаем к моему мнению. Кстати, да, чуваки, я все записал. Да-да-да. Я одновременно смотрел фильм и записывал. Здорово. Это будет мое первое мнение о фильме. Я постараюсь вам все рассказать, все, что я думаю. У некоторых фильм стартовал раньше, у кого-то позже. У меня вот премьера началась 30 сентября, хоть и написано, что будет с 16 октября. На часах у меня 11.30, до фильма осталось 30 минут. Увидимся через 2 часа. Большинство людей, которые не смотрели фильм, хотят послушать мое мнение, чтобы узнать, стоит ли им ходить на фильм или нет. Я скажу, что безусловно, фильм Веном 2 классный фильм. Жалко, саундтреков было мало, но один из саундтреков мне очень понравился. И он прям давал приятные ощущения после просмотра. Фильм Веном, безусловно, стоит посмотреть. Ребят, даже не знаю, что вам и сказать, чтобы не спойлерить. Шутки Венома и Эдди также безупречны, как и всегда. Мне они всегда доставляли удовольствие. Особенно шутка с Карнажем и его подругой Фрэнсис. Я прям ржал от шуток Венома. Ребят, ну а сейчас будут спойлеры. Ну а если ты еще фильм не посмотрел, рекомендую посмотреть. Если ты услышишь то, что я скажу, это может испортить твое впечатление. Так что с тобой был я, Колди. Давай пока, но потом не забудь вернуться. А теперь остались люди, которые посмотрели фильм. Или те люди, которым фильм не так интересен, но интересен сам сюжет. Сюжет начинается с того, как нас знакомят. Сюжет начинается с того, как нас знакомят с Кэссиди и его подругу Фрэнсис. Кэссиди был необычным ребенком. Не помню, что с ним стало такого, чтобы он стал злым. Но может воспитание как-то повлияло на него. Кэссиди, я даже хз, можно ли такое говорить? Ладно, скажу под текстами. Кэссиди послал родителей. Ну не послал, я надеюсь, что вы поняли, что он с ними сделал. Дальше нас знакомят с Эдди, которого мы все знаем. И охранника, который поручает взяться за дело с Кэссиди. Естественно, Эдди это не было интересно. Но Веном настойчиво попросил его. Но это ладно, долгая история. Собственно, всех до просмотра фильма задавались одним вопросом. Как Кэссиди стал Карнажем? Вот все, кто посмотрел, уже знают. Но я напомню, что Кэссиди стал Карнажем благодаря Веному. Кэссиди разозлил Эдди и Венома. И Веном на него напал. Кэссиди укусил Эдди за руку. И сказал, что кровь отличается от обычной. И сказал копам, что Эдди необычный. Но копу не поверил. Когда Кэссиди наступал его конец, Веном, то есть Карнаж, проявил себя. Что даже удивился Кэссиди. Цветокор фильма немного напоминает из фильма Джокера. Но в целом мне понравился. До казни Веном разглядел, что было в камере у Кэссиди. Веном начал рисовать на листке бумаги. Сначала он рисовал маркером, потом своей плотью. Было довольно странно, но видно, что у него память как у компьютера. Когда Веном и Эдди заходили в магазин Миссис Чена, Веном и сама Миссис Чен поздоровались. Также в магазине была отсылка к Стэну Ли. Так скажем, дань уважения. Веном уже давно живет с Эдди. И понятное дело, что у них правила не есть людей. Но Веному не хватало специальной фигни, которую я не запомнил. И которая содержится в мозгах человека и шоколадках. Эдди кормит Венома курятиной и шоколадками. Что Веному не понравилось. Дальше Эдди встречается с бывшей девушкой Н.В. Инг. И она спалила Эдди. Она догадалась, что Веном все еще с ним. Как раз в этих кадрах она говорит, что поженилась на том докторе. Которого мы видели в первом сольнике Венома. Кэссиди как-то узнал историю Эдди. Довольно было странно. Из-за того, что Веному не нравилось, что он ест одну курятину с шоколадками. Произошла драка с Эдди. И догадайтесь, кто выиграл? Не, ну понятное дело, выиграл сам Веном. Но в итоге Веном ушел с Эдди. Веном перешел в другое тело и начал рушить мотоцикл. И когда он разрушил, он переселился заново в другое тело. И уехал. Собственно, вы уже поняли, что рождение Карнажа из-за Венома. Когда Карнаж проявил себя, он в тюрьме, оказывается, умеет делать торнадо. Довольно прикольный трюк. Когда Эдди у себя дома, идет реклама по телеку игры Free Fire. И да, я не шучу, это реальная реклама игры в фильме. Ну как Мститик Финал Фортнайт. Дальше происходит сцена, где Веном на дискотеке. И все думали, что он в костюме. Ему даже сделали комплимент. И он сказал спасибо, я старался. Карнаж, оказывается, умеет взламывать тачки. Вот честно хз, как он взламывает эти машины. Но довольно-таки необычно. Типа, он просто вставляет свои щупальцы и готово. Когда сцена была в дискотеке, Веном говорил о Эдди. Всей аудитории. И говорил, что он держал его в запертии постоянно. Аудитории это нравилось. И они хлопали. Полностью все, что он там говорит, я сказать не могу. Так как фильм в интернете еще не вышел. А я говорю просто свое мнение и то, что я вспомнил из фильма. Ну и после этого Веном бросает микрофон и просто уходит. Также при этом попискивает. Но сразу видно, что он скучает по Эдди. Подружку Карнажа зовут Фрэнсис Беррисон. Она замочила охранника. Кстати, оказывается, Карнаж умеет телепортироваться. Это нам показали только один раз. Это довольно было круто и одновременно странно. И да, именно Клетус придумал имя Карнаж. И после проявления Карнажа, такое впечатление, что Карнаж сильнее Венома. И да, кстати, голос Карнажа похож на Венома. Не, ну именно в русском дубляже, по мне как, он сильно похож. Веном очень устал и хотел кушать. Он пришел к миссис Чен. Он попросил шоколад. Но она ему не дала. Как-то она сильно затупила. Ну и как вы поняли, Веном в нее вселился. Эдди давал правило только одно у Венома. Что есть можно только кур и шоколад. Довольно небольшой выбор. Конечно, даже бы человеку такой не понравилось. Когда девушка Эдди хотела его найти, она пришла в магазин. И заметила, что миссис Чен сидит сам Веном. И она его загипнотизировала. Дальше Веном вселяется в ту самую девушку, которая была... Ну, ну... А дальше Веном в нее вселяется. После этого Веном сказал Эдди, чтобы он попросил прощения. И сцены, кстати, довольно-таки прикольные. Эдди довольно-таки долго просил прощения. Но все-таки, когда заорал, дальше нас переносят в сцену, где Фрэнсис как-то, каким-то образом узнал, где Эдди живет. Как? Непонятно. Вроде как, она всю жизнь жила в клетке. Но когда из нее ушла, она узнала, где живет Эдди. Короче, нам не объясняет, как она именно туда попала. А также Фрэнсис посмотрел на фото девушки и узнал, где она живет. И опять же, сюжетная дыра какая-то. Как она узнала, это тоже непонятно. Не, ну это не сюжетная дыра, но да ладно. Это просто ляп, можно сказать. Дальше у нас идет свадьба Карнажа и Фрэнсиса. И, как мы уже поняли, Веном отец Карнажа. А дальше идет шутка про семейные отношения. Шутка про семейные проблемы. Довольно классная шутка, жалко, что я ее не помню. При драке Венома с Карнажем у Венома нету сил. Понятное дело, он ест одни шоколадки и кур. Какие там силы? Ему нужны мозги. Ну, короче, из-за того, что Веном очень сильно подходит к Эдди. Ну, они связаны, можно так сказать. И поэтому Эдди его подбодрил. И говорит фразу, что их имя Смертельный Защитник. Только, пожалуйста, не говорите, как я все это помню. Я же говорил, что я записывал. Вот. Дальше была сцена с колколами. Которая, похоже, была на сцену из Нового Человек-паука 2, где Гвен Стейси падала. Такое было чувство, как будто девушка Венома, ну, девушка Эдди, могла упасть и повторить судьбу Гвен Стейси. Ну, а дальше самое, так скажем, интересное. Это когда Фрэнсис упала, она очень сильно закричала. Ну, и, конечно, Карнажу и Веному это не понравилось. Даже Карнаж хотел ее убить. Ну, и в связи с этим, она настолько сильно заорала, что Веном и сам Карнаж выселились из души Кэссиди и Эдди. Веном, благодаря друзьям Эдди, спас самого Эдди. Ну, а дальше Веном поймал Карнажа, который еще не вселился в человека, и просто его сожрал. И сказал, что он невкусный. Довольно-таки необычная сцена, немного странная сцена. Я даже думал, что будет сложнее убить Карнажа. Но оказалось, нет, все просто. Веном просто его сожрал. И вдобавок, чтобы восстановиться хорошо, сожрал и самого Клетуса. Но перед этим Клетус хотел поговорить с Эдди, который его не слушал тогда. И Клетус говорит, что он хотел стать другом. Но Эдди сказал, прости, или что-то типа такого. И Веном его сожрал. И да, в конце охранник ожил. И еще у него были синие глаза. Я вообще не понял, как он выжил. Ведь девушка Кэссиди его повесила. Ну, ладно. Допустим, нам в третьем фильме все расскажут. Если он, конечно же, будет. А дальше идет встреча курочек и Эдди. И он просто с ними говорил. Вот. Довольно-таки милая сцена. Ну и там еще Беном как раз. Прикольные довольно-таки. Кстати, да, курочки живы оказываются. Я думаю, они померли. Или бы их забрали. Но оказывается, они живы. А дальше идет концовка. Довольно красивый кадр. Там был пляж, где они были на острове. Где был пляж, море, пальмы. Короче, красота. Отдых Венома и Эдди, можно сказать. И Веном признается в любви, что любит Эдди. Ну а дальше самый прикольный саундтрек, который я слышал за этот день. Ну а дальше в этих моментах люди уходили. И я, кстати, поймал одного мужичка и сказал ему, чтобы он никуда не уходил. Потому что будет сцена после титров. Ну из-за того, что я знаю, какой будет конец, соответственно, впечатления были не такие большие. Это была сцена с паучком. Сцена вообще огонь, правда. Только жалко, что я знал, что будет сцена после титров. Я вам хотел рассказать о сцене после титров сегодня же утром. Но не успел. Потому что узнал, что выходит у меня Веном. Тем более, режиссер сам говорил, что при любом случае мы должны оставаться до сцен после титров. И сцена довольно-таки очень классная, правда. Она просто офигенная. Я изначально думал, что Веном находится в реальности Питера Паркера. Но оказывается, это совсем не так. У Венома была своя реальность. Дальше, ну там была обычная сцена, где не в комнате. Потом произошел такой бабах, можно сказать. Из-за Сильвии, которая убила Канга. Или из-за Стрэнджа. Короче, есть множество сцен, которые происходят одновременно, я так скажу. Это когда Ванда слышит своих детей в сериале. Это когда Сильвия убивает Канга. И это когда Питер мешает доктору Стрэнджу, что потом происходит взрыв. Я думаю, что это все связано. И все происходит одновременно. И в связи с этим, Веном попадает в реальность Питера Паркера. И говорит, типа, он мне подходит. Или, как вам сказать. Короче, вот так вот. Блин, ну было бы прикольно, если мы бы увидели Венома в Четкуке 3. А хотя, мы его как раз и увидим. Так как я видел кадр глаза Венома в фильме. И это было реально Веном, а не какой-то там ящер. Хотя было довольно-таки странно видеть, что Эдди, ну то есть Веном, нападает на Питера. Хотя, не, ну я реально говорю, что я видел кадр, прям где Венома очень хорошо видно. Прям видно глаза, рот. Ну вы поняли. Как раз в сцене после титров говорят, показывают Человека-паука. Без маски. Ну и на этом все. Ребят, оцените, пожалуйста, данный ролик лайком или дизлайком. Мне очень важно твое мнение. Я даже ради вас не пошел на учебу. И, если что, я не жалею об этом, что не пошел. А наоборот, вы бы знали, какие у меня были эмоции и мурашки, когда я узнал, что у меня сегодня выходит фильм Веном 2. С тобой был я, Колди. Еще увидимся.